ну давайте тогда начинать всем привет меня зовут гайнулин дмитрий и сегодня я буду рассказывать вам про такой фреймворк как лонгчейн это такая библиотечка которая позволяет эффективно взаимодействовать со всякими большими языковыми моделями типа чат gpt либо чего-то похожего она позволяет вам там как-то объединять результаты как-то обрабатывать выводы формировать темплейты то есть шаблоны для промтов и так далее ну напишите плюс чат если меня слышно и видно вроде мы это проверили да видео видно все до запись идет давайте продолжим ну меня зовут гайнулин дмитрий как я уже сказал я мл инженер в компании си я занимаюсь так или иначе всем что связано с speech recognition то есть распознавание перевод речи в текст и с подходами связанными с ллм то есть обработка естественного языка с помощью больших языковых моделей также я занимаюсь нлп для малоресурсных языков вот вот мой телеграм если хотите задать потом вопрос какой-то то пишите ну правила вебинара такие задавайте пишите вопросы в чат я их читаю в промежутках и отвечаю вот наверное так ну какой какой план у нас на это занятие вначале мы познакомимся я расскажу немного об отусе потом уже перейдем к теме я расскажу про мотивацию то есть откуда вообще растет вот это откуда появился лангчейн из какой задачи то есть я вначале расскажу про мотивацию базовую потом расскажу уже про концепцию рак то есть retrieval augmented generation и уже как только мы я вкратце расскажу про рак мы уже можем говорить про лангчейн и уже будем практиковаться основном да наверное для начала расскажите о себе если у кого-то опыт войти если у кого-то опыт там с дата сайенсом с вообще с программированием как таковым может кого-то есть опыт лингвистики вот было бы интересно узнать просто чтобы ориентироваться какая аудитория как там что стоит в общем чтобы подстроить материал так людей пишут что у них есть опыт в нлп в раге хорошо понял так ну давайте давайте я для начала расскажу про отус вот у нас платформа называется отус в начале создавали образовательные курсы для там для переподготовки профессионалов то есть уже те кто работает там войти либо в нлп либо там data science чтобы они там перри переквалифицировать кадры потом появилась потребность обучению с нуля и в общем сейчас мы занимаемся там всеми курсами этом от джуниоров до лидов и также отуса есть образовательная лицензия поэтому вы можете получить в конце обучения получить удостоверение повышения квалификации там диплома профессиональной переподготовки и там сделать налоговый вычет если вам это нужно вот направление курсов вы можете посмотреть на сайте их там больше ста там есть из программирования из data science и там без информационной безопасности всего чего угодно там не только не только такие технические специальности но есть там и более такие прикладные но тоже связанные с айти так если какие то вопросы по отусу так ссылка на telegram это если имеется думаю я если что выложу эту презентацию то есть мы мы собирались ее выложить в конце приложить к записи вот вы там уже найдете все 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 всю эту информацию что есть на слайдах вот так так ну давайте поговорим собственно перейдем к нашей теме вначале поговорим про мотивацию точнее какие у нас цели вебинара познакомиться с концепции рак потом поговорим про то как устроен фреймворк ланчейн и попробуем на практике построить там какие-то пайплайны и посмотреть какие там вообще есть концепции ланчейн это такая скорее вводная лекция вводное занятие чтобы вы просто ориентировались что это как с ним работать какие у него там есть функции но мы не вдаемся там в детали того как можно улучшать рак как там строить сложные пайплайны на учении мы просто посмотрим такую ширину общий функционал вот ну давайте начнем с мотивации задача называется retrieval augmented generation откуда она происходит я думаю многие из вас работали уже с там с большими языковыми моделями с ломками так называемыми то есть там это чат gpt и все что там все похожие модели которые там отвечают на вопросы либо просто дополняют текст который вы написали и ну я думаю все так или иначе сталкивались ну или вы наверное задумывались про то какие есть минусы у генерации с помощью ломок плюсы это в общем то понятно что у нас лом хорошо справляются с ответами на общие вопросы там на какие-то открытые вопросы они довольно много знают сохраняет много информации о мире то есть они могут там отвечать на общие какие-то вопросы о том как не знаю как устроена там солнечная система либо что-то в в этом духе про минусы ну с ними уже люди сталкиваются когда там плотно с ними работают в течение долгого времени но в целом они тоже на поверхности это во первых лом галляционирует то есть они выдумывают факты они могут если они не знают какую-то информацию либо вопрос задан так что там в принципе нельзя знать вот эту информацию наконец приватные то они начинают выдумывать потом второй момент это информация она устаревает то есть например кто сейчас президент соединенных штатов америки либо что-то другое эта информация она со временем со времени того как обучили эту модель она может устареть и ваша там модель она будет вам неверные данные неверный ответ давать вот также это наверно тоже связанная связанная проблема это то что улм часто нету доступа к каким-то приватным данным какой-то приватной информации то есть там какой-то информации которой нету просто в интернете банально и ну и да и плюс улм всегда ограниченный размер контекста он может быть этого может быть недостаточно для того чтобы ответить там на вопрос по какой-то книге которые у вас есть вы не можете просто передать в ваш пронт и так далее как решить эти проблемы может у кого-то есть какие-то предложения как это сделать альтернативные так тут вопросы записи вебинара будет да будет так насчет на курсе на у пи вот уж будет подробно рассматриваться рак и он чем там устроено так что есть занятие по манчейну а потом уже когда вы уже освоите лонгчейн можно переходить к рагу и там уже подробностях рассматривается разные разные способы как как вообще с ним работать вот да вот александр предлагает подавать кусочки документов как контекст вопроса ну вот да по сути он предложил нам рак то есть в какой-то момент придумали такую вещь как retrieval augmented generation это вот решение как раз этой проблемы что нет доступа к приватным данным нету там ограниченный контекст модель начинает что-то выдумывать начали применять рак системы то есть наверное не там дословный перевод и не совсем перевод это генерация ответа пользователю с учетом дополнительно найденной релевантной информации то есть у нас есть какая-то там какие-то приватные источники какие-то документы там не знаю база документов легальных то есть какие-то тексты законов что-то в таком духе мы их можем нарезать положить базу данных и заставить в общем ллм подавать в общем релевантные документы опять же как это делается это мы чуть чуть подробнее на следующих слайдах поговорим мы будем подавать это просто в контекст модели то есть prompt то есть запрос к языковой модели релевантные документы вы выжимки из релевантных документов наверное так ну то есть тут более подробное описание что мы сделаем мы давайте разобьем наши документы по каким-то образом на чанки там по-английски это называется там чанкинг сам процесс вот эти участки называются чанки обычно по-русски тоже называют чанками то есть можно разбивать по-разному можно просто по количеству символов можно как-то более хитро там по абзацам потом каким-то знаком припинания конкретным в общем вариантов есть множество но базово мы хотим чтобы каждый вот этот чанк каждый вот этот кусочек текста он был там не больше какого-то определенного фиксированной длины вот дальше давайте каждый чанк закодируем с помощью имбеддингов то есть в виде вектора просто банально причем этот вектор он ну то есть модель которая создает вот этот вектор она обучается таким образом что там чанки с похожим смыслом они будут иметь похожие минимальное расстояние между ними то есть похожие имбеддинги вот и давайте просто положим это в базу данных там обычно этот там специализированные базы векторные которые умеют во первых хранить вектора хранить тексты которые ассоциированы с этими векторами и в случае если нам приходит новый текст быстро его закодировать вектор и в базе данных нашей и вот в этом как раз особенность векторных баз данных они умеют очень быстро искать ближайшие вектора вот ну и все и дальше после того как мы нам пришел какой-то запрос от пользователя например у нас есть чат-бот в страховой у нас есть база данных каких-то вот нормативных документов нашей страховой и пользователь что-то спрашивает по своей страховке мы этот вопрос закодируем в вектор дальше отправим базу данных база данных нам отправит там ну там n самых ближайших по по смыслу участков из документации и вот эти n чанков мы отправим просто в промпт к нашей большой языковой модели которая будет там во первых смотреть весь контекст точнее все релевантные чанки и и во вторых вопрос пользователя и таким образом она будет использовать не только какие-то свои знания о мире еще там какую-то логику и так далее но и контекст релевантный запросу из наших приватных документов в общем таким образом все это решается тут это схематично показано то есть у нас есть собственно вопрос есть модуль называемый ретривером поэтому как раз рак то есть первая буква это как раз ретривол в которой который как раз кодирует запросы точнее вопросы пользователей отправляет вектора в базу данных векторную это база данных она находит там пять наиближайших отрезков из документов и уже ретривер это все отдает в генератор то есть в ллм комбинирует это таким образом что там будет и в контексте и вопрос и релевантные документы и уже ллм она выдает ответ просто как обычно просто в промпт у нее немного изменим вот довольно все просто это вот такая такой подход на поверхности как это с чего это начиналось сейчас все может быть сложнее там есть и графовые всякие раги и там в общем это все можно очень сильно усложнять и про это уже надо подробно отдельно говорить но это вот идея с чего началось работа с ллм коми в больших там компаниях вот следующее на следующем слайде показано такой первый вариант вот это рак модели это еще до того как были были популярны g5 лайк модели то есть это вот sequence to sequence вы видите в качестве генератора тут используется в 2021 году представили как раз вот подход как раз его назвали рак и можете посмотреть статью почитать в целом там уже прообраз такого современного рага представлен ну и когда у нас когда мы с помощью ретривера достали документы релевантные точнее чанки релевантные обычно их называют там часто в лонгчейне их называют документами но подразумевается именно чанки то есть отрезки вот этих документов которые на которые мы нарезали наши наши данные таким образом вот это пример такого пром то то есть там ты там ассистент тебе задают вопросы отвечает и придумывая и так далее и вот шаблон такой что в релевантных документах будет подставлены все документы которые мы вычленили и в качестве вопроса будет подставлен собственно вопрос пользователя и в итоге наша модель она ответит на вопрос с учетом контекста вот так если тут вопросы да там много вопросов было сейчас давайте да сергей тоже рассказывать дальше детали рага это вот как раз то что я рассказал что можно построить базу знаний ну да то есть вы тоже самое в принципе представили да нарезаем на чанки представляем викторизируем их кладем в базу знаний и уже дальше к ней обращаемся при новом вопросе пытаемся найти релевантные участки на основе вопроса вот так так александр спрашивает как бить на чанки таблицы вот тут как раз все сложно и в этом и особенность на самом деле но во многом особенность всех этих рак систем часто какой-то конкретный тип данных он для него нужен отдельный подход и поэтому это самое хайпово сейчас темы все компании хотят заниматься радами все хотят себе если у них есть чат-бот какой-то внутренний хотят подключить к нему вот этот доступ к базе знаний внутренней которые есть компании поэтому работы много и часть работы в том числе это вот какая-то постройка под новые форматы которых нету как там закодировать таблицы как нам закодировать другие какие-то варианты данных и и так далее так ну глобально тут спрашивают про нужно ли дополнительно приобретать чанки перед подачей в контекст это тоже тоже связанная тема но я скажу так что давайте сегодня мы не будем говорить про рак это вот как раз отдельная тема сегодня говорим в основном про лонгчейн но нам никто не мешает разделить на ну в общем это зависит на самом деле от таблицы от того как он устроен скажу так что насколько я знаю прям такого кого-то везде применяемого метода нет но начинают просто с векторизации текстов и этого обычно достаточно либо можно попробовать просто табличку в виде маркдауна каким-то образом подавать зависит просто опять же у вас может быть небольшая табличка в вставлена в огромный текст а может быть такое что у вас просто excel файл и там уже надо по-другому работать поэтому вот про методы предобработки я скажу вот так и про типы документов ну давайте сейчас я тогда сразу перейду к сразу перейду к лонгчейну так если таблица 200к строк по 15 столбцов ну да обычно опять же зависит от того какие у вас наверное скажу какие у вас данные но базово мы можем просто разбить ее на там на строки либо на столбцы что нас интересует что чаще чем чаще пользователи пользуются вот скажем так либо мы можем разбить и на столбцы и на строки и подавать их в виде отдельных чанков так в чем преимущество он чейн по сравнению с классическими библиотеками по работе с документами и методами вызова лм на самом деле не в чем то есть это просто отдельные отдельная библиотека которая популярная у которой довольно большой комьюнити то есть вы скорее всего найдете решение уже готовые либо найдете кому задать вопрос вот это единственное преимущество насколько мне известно многие компании в продакшене не используют лонгчейн он скорее используется для прототипов и он вот здесь он полезен а если вы хотите уже там что-то в продакшен выводить то обычно это все пишут вручную там все эти предобработчики все эти коннекторы к векторным базам данных либо просто коннекторы берут из лонгчейна допустим а там какой-нибудь чанкинг алгоритм вот этого разбиения данных его уже делают самостоятельно и чаще всего так делать просто это удобнее более более такой подающийся более тонкой настройки скажем так подход вот но лонгчейн он полезен именно что для создания прототипов скорее скажу так так давайте наверное я сейчас а то я задержался давайте перейдем сразу к лонгчейну а да ну в общем вопросы если есть еще то задавайте так да ну и рассказав про рак то есть про retrieval augmented generation появились в начале появился чат gpt потом это все начало развиваться появились другие языковые модели и компании решили многие компании захотели это все применять у себя там внутри как-то либо в продакшене допустим для общения с клиентами и появилась куча куча там систем на основе на основе лом в первую очередь рак как я уже сказал она позволяет вам эффективно там бороться с галлюцинациями с приватными там с недостатком знаний о какой-то области и появилась большая экосистема рак тут вот представлены просто там какие-то какие-то ее участки то есть вот лонгчейн про которые мы собственно будем говорить лама индекс это очень похожий там фреймворк но у него есть какой-то функционал там типа коннекторов которых нету в лонгчейне либо ну глобально это такая альтернатива вот есть еще примеры баз данных типа хрома либо вивайт пайнком квадрант это вот все векторные базы данных на самом деле вот ну и там все остальное это либо фреймворки связанные с версионированием данных либо там модули которые подключаются к лонгчейну как вот langsmith этим занимается в общем это дополнительный просто части экосистема вот какая цель вообще была у лонгчейна это цель в том чтобы упростить интеграцию lm и внешних инструментов то есть мы хотим там взять какие-то данные в формате там док либо там спарсить какую-нибудь википедию использовать ее для прегенерации вот в лонгчейне все эти уже парсеры все эти загрузчики данных там чанкеры они уже есть они уже реализованы и вам не надо этим заниматься вам надо просто посмотреть документацию посмотреть параметры и все это под настраивать по по настраивать вот ну функции какие есть у лонгчейна это вот как я уже сказал про промты и шаблоны то есть это какой какая-то заготовка промта куда вы можете там в качестве переменной подставить какой-то текст вопрос пользователя либо чанки чанки из текстов которые вы нарезали потом интеграция с разными движками ллм то есть это там в первую очередь понятно чан gpt там клод от антропик либо уже какие-то приватные сервера там в первую очередь в ллм лама и там не знаю хагенфейс хагенфейсовская библиотека стандартная ну и также там есть там из важного есть загрузчики у разных типов данных уже готовые там табличек каких-нибудь там щитов в страйпе чего нет такого есть готовы уже модули и коннекторы для вектор storage и для ретри вала и куча разных отдельных модулей и классов которые позволяют вам сохранять историю взаимодействия пользователя с агентом с вашим чат-ботом там разные инструменты для так называемых агентов это вот тоже новая модная тема и в общем способы строить пайплайны для конкретных задач то есть для написания кода там кости нансеринга либо там не знаю модерации запросов пользователей и есть куча всяких экспериментальных еще функций которые тоже совершенствуются разрабатываются и так далее да и уже спрашивали про работу с таблицами это вот такая скорее экспериментальная функция там такого единого подхода нет так же как и там работа с математикой вот наверное так и какие есть какие есть вообще лоадеры там есть куча всего то есть есть для структурированных данных для не структурированных данных для проприетарных для публичных то есть вот например архив это статьи с архива то есть с большого репозитория всех статей научных ну точнее скорее связанных с компьютер сайенс там можно сразу подгрузить какой-нибудь датасет с храгин фейса что вполне ожидаемо можно там поработать с либо с чеками страйповскими либо поработать с табличками экселевскими можно даже взять youtube и сразу сгрузить с какого-то конкретного видео субтитры и с ними уже работать вот в общем куча куча всего это надо смотреть документацию там опять же это обновляется там добавляются новые там поддержка новых форматов новых сайтов и так далее вот и тут просто показано небольшой фреймворк то что мы точнее небольшой pipeline про которыми про то что я уже говорил про раг тут смотрите что делается берется текст харрисон который говорит что человек по фамилии харрисон или по по имени харрисон работал в компании кэншо и все то есть какая-то вот информация такая приватная скажем так мы ее с помощью имбедера с помощью модели которая викторизует этот текст в данном случае open i embeddings она называется а то есть модуль идентичный модуль от open i собственно мы его викторизуем кладем в базу данных фаис это такая система тоже векторная база данных которые можно исполнять локально вот преобразуем ее в ретривер то есть по сути мы там объединяем сразу и викторайзер и базу данных и уже можем передавать ей запросы и она нам выдаст n самых ближайших чанков вот и все теперь делаем тимплейт формируем берем класс тоже лангчейновский который из строчки формирует тимплейт берем модель для взаимодействия с chat gpt и вот таким образом это все оформляем в виде цепочки то есть у нас будет там ретривер будет вопрос так будет в общем формироваться на основе вопроса и контекста то есть темплейта prompt этот промп подается в модель и дальше результат модели мы должны будем просто представить в виде строки и все теперь формированную цепочку мы передаем просто вызованию метод invoke то есть это на самом деле что-то похожее как вот всякий тверный в других библиотеках есть интерфейс там с fit predict там тут интерфейс такой что сформируется цепочка формируется какой-то pipeline и мы просто подаем него вопрос через метод invoke и все и теперь там задаем вопрос где работает харрисон и наша модель она собственно отвечает нам в общем точнее где работал она отвечает зная беря информацию из базы данных вот тут как бы примитивный такой пример можно это все там усложнять делая более сложные беря более сложные темплейты тут видите тут есть какой-то контекст есть какой-то вопрос если какой-то язык на котором ваша модель должна отвечать и таким образом мы там все переменные передаем в invoke виде вот такого словарика то есть вот вопрос там вопрос собственно язык на итальянском и модель отвечает на итальянском вот как то так плюс ну да плюс можно показано то же самое что до этого это вот prompt template и то есть такие строчки в которой можно подставлять переменные это очень похоже там на f string в питоне но это такая вещь которые 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 иногда удобнее использовать в когда у вас есть какой-то большой pipeline там взаимодействие там вопроса какого-то дополнительного контекста какого-то какой-то лмки там может можно еще несколько лмок даже навесить и в общем это такая более более сложные питоновские стринги скажем так в которой можно подставлять уже переменные какие-то да наверное если есть вопросы то задавайте да там наверное вопросы были сейчас так так вопрос какую векторную базу данных стоит использовать и почему честно это все зависит от того что вы хотите использовать в продакшене там как бы есть куча конкурирующих вариантов из онлайн вариантов то есть то что вы можете у себя на сервере поднять и потом к этому обращаться потом не знаю по http условному это там в первую очередь пайнкон и я думаю там там ладно не это все на любителя вот квадрант я пользовался много квадрантом но в целом там есть пайнкон есть вивайт по-моему так она называется я там на слайде это показывал и вот а если вы хотите что-то приватно запускать то в целом можно попробовать просто с фаисом фейс это вот так там меты библиотечка то есть одна из первых вот еще можно посмотреть хрома хрома дб называется вот так так спрашивает валентин видимо что если нам нужно получить точный ответ на вопрос неприближенный к примеру вопрос какой номер телефона у пользователя с никнеймом братик что если у нас несколько братиков базе данных я думаю что ну там с точки зрения логики мне кажется это практически не даже обычному человеку сложно ответить если там просто несколько пользователей с одним ником обычно делают уже какие-то сложные ветвления то есть там если там ну то есть мы можем попытаться у пользователя спросить какую-то дополнительную информацию то есть ну мы делаем ретриф нескольких пользователей с одним ником но у них какие-то характеристики отличаются там не знаю возраст либо еще что-то и мы можем там попытаться завести диалог с пользователем и спросить у него там какой возраст пользователя который тебя интересует либо там какую-то дополнительную информацию спросить от пользователя вот и уже таким образом делать как бы ветвление ответов то есть если если пользователь ответил то то мы тогда берем вот этого пользователя и отвечаем вот так если нет тогда по-другому вот наверно так так хороший вопрос и как потом оценить правильность ответа и улм я думаю что базово ну вообще проблема оценки работы там рак рак систем это там я не уверен что она прям решена то есть это обычно просто есть уже какой-то готовый бенчмарк то есть какие-то ваши там заранее заготовленные документы заранее заготовленные вопросы и ответы которые вы считаете идеальными и вы проверяете просто на вашем бенчмарке системы и это более-менее неплохой подход вот так насчет правильности ответа ну как я уже сказал подразумевается наверное что пользователи разные но просто с одним и тем же ником либо с там с одним и тем же именем именем фамилии фамилии либо еще чем-то поэтому там наверное ну я думаю неплохой подход это просто сделать более диалоговую систему и уже доспрашивать какую-то там информ но уточнить информацию там спросить а вот какой возраст у человека какой там не знаю пол либо еще что-то вот так как будет выглядеть пример если нам необходимо запрос предобработать затем выбрать один из сценариев и уже затем сделать запрос ну я уже сказал что скорее будет так что мы вышли им информацию просто в первом проходе в виде ретри вала да и уже дальше мы будем работать тут уже участок этот он не по сути не рак то есть мы сделали ретри вау взяли контекст взяли всех релевантных пользователей а дальше уже мы делаем взаимодействие там там виде чат бота с обработкой ответа пользователей обработкой ответа LLM модели нашей так да у вас у вас у вас адванс такие вопросы честно я я скорее готовился просто рассказать про ланчейн а не про ветвление вот sorry давайте наверное я расскажу скорее про ланчейн вот то что вы задаете это уже такие более как я уже сказал это это уже надо погружаться враг системы это отдельная тема вот давайте я просто пока расскажу про основные модули в ланчейн и уже на этом все и если что я приложу наверное ссылки куда можно посмотреть про ветвление и про там про таблицы было тоже я давайте просто приложу потому что сейчас это под рукой нету я так сходу не могу вам сказать вот это надо там покопаться в источниках и вам скинуть вот так если что пишите в телеграмму я попытаюсь ответить вот плюс постараюсь приложить наверное к записи лекции дополнительные материалы вот так вопросы есть еще какие-нибудь не связанные с ветвлением и с там с несколькими пользователями в базе данных так так спрашивают что такое нлп для низкого уровня низкоресурсных языков ну смотрите есть языки высокоресурсные это в первую очередь английский но там даже если вы посмотрите там какой-нибудь просто объем данных в интернете то есть возьмете просто там количество страничек в интернете то у вас скорее всего там будет так что там английский тексты на английском будут составлять там не знаю 70 процентов от всех всех веб страниц а там следующие они будут составлять понятно меньше то есть там процентов 10 5 и так далее в каком-то смысле они уже низкоресурсные по сравнению с английским вот есть языки просто у которых ресурсов настолько мало что в целом там подходы с не знаю притрейном чат gpt моделей ну то есть я имею ввиду gpt лайк моделей либо еще чего-нибудь в таком духе они просто будут плохо работать и там уже обычно такие языки называются низкоресурсными в целом это не обязательно там языки на которых мало людей говорят это могут быть языки на которых очень много людей говорит но просто там не очень много ресурсов цифровизировано например там многие языки в индии до недавнего времени были низкоресурсными вот и для них тоже разрабатывают всякие переводчики разрабатывают там в том числе притрейн для чат gpt то есть там как собирают какие-то корпуса текстов чтобы на этом всем обучать собирают отдельные датасеты там не знаю для коррекции ошибок для вопросно ответных систем всего что угодно так рак системы я скорее занимался но не вдаваясь не вдаваясь вот такие с такую специфику как ветвление и в в таблице просто я знаю что это это все очень сильно тут надо уже сильно углубляться это уже такая в общем специфичная для задачи специфичный для задачи подход вот подходы так как монетизировать знания по рак систем ну короче базово все компании сейчас многие компании сейчас занимаются рак системами то есть если вы видите что там не знаю есть вакансия какого-нибудь имели инженера где надо знать LLM либо там большие ну большие языковые модели в общем то там часто подразумевается что там будет рак то есть это такая одна из базовых вещей все хотят все хотят не просто взять там чтобы промт им написали но и там прикрутили какую-то базу данных которые у них есть какие-то тексты которые у них есть так какие есть интересные практики использования лонгчейн я не совсем понимаю вопроса но наверное я скажу что как я уже сказал в продакшене часто пишу делают используют уже самописный код то есть лонгчейн это хорошо так же как и лама индекс какие-то модули в нем могут быть очень полезными плюс он очень хорошо он очень часто используется для прототипов но часто стараются писать код самостоятельно вот то есть за всех не скажу но из того что я знаю из того что я слышал от других людей ну то есть в других компаниях работающих это вот прям частый кейс что люди в продакшене стараются лонгчейн не использовать потому что довольно сложно эти пайплайны как-то менять на ходу как-то адаптировать и так далее но при этом если вы хотите там что-то быстро собрать что-то быстро кому-то показать то есть как прототип какому заказчику то это нормальная идея вот и про хитрости я тоже не совсем понял то есть ну можете уточнить если там базово наверное не могу там что-то такое конкретно сказать на такой вопрос вот давайте наверное там я подразумевал что я много времени на практику уделю давайте я наверное сразу перейду уже к ноутбуку если вопросы есть то пишите вот а так я бы наверное перешел сразу к ноутбуку так хорошо тут спрашивают про агентов и тулзы я поговорю скорее про тулзы и про агенты там под конец будет ну там просто базовая вещь в общем вот если вы хотите прям погрузиться в агенты то лучше лучше посмотреть ну отдельно это погружаться вот про ланчейн позволял бы получать хорошие результаты но в целом как я уже сказал что если у вас есть проблемы с генерацией ответа то есть если у вас начинается какая-то какие-то проблемы с там с галлюцинациями какие-то проблемы с недостатком знаний в какой-то конкретной области модели то в целом раг он может быть применим вот а ланчейн это просто такая библиотечка которая может использоваться не только для рага но и там для любой предобработки там запросов к модели любой пост обработки ответов модели и так далее давайте давайте лучше на практике я просто покажу это как как вообще он чем применяется и может быть чуть чуть больше станет понятно так ну смотрите можете посмотреть по ссылке есть ланчейн кукбук это такая полуофициальная полуофициальный набор ноутбуков хороших там многих функционал уже показан сейчас давайте я еще поширил наверное ноутбук и скинул его в ссылку на него в чат так ага вот если что если что то не видно то тут вот есть ссылка также можете посмотреть документацию ну по-хорошему если вы хотите разобраться там ну понять есть ли такой модуль или нет либо там понять как как вам присоединить какой-нибудь гигачат к вашей ланчейн модели к вашему ланчейн поплайну то заглядывайте в документацию питоновскую можете там там все довольно подробно написано есть еще специально документация на джаваскрипте вот так же есть там официальный сайт есть дискорд ланчейна там много людей можно задавать вопросы вам скорее всего ответит вот давайте пройдемся по основным компонентам которые есть внутри ланчейна из чего он состоит для чего он вообще используется ну смотрите я работаю сейчас в коллабе у нас подразумевается что я буду дальше использовать open.ai модельку и должен быть ключ для open.ai API он будет храниться в переменной open.ai API key в вашей системе в коллабе это можно записать эти секреты вот здесь то есть просто создаете новый секрет называйте ваш ключ точнее вашу переменную open.ai API key и вот здесь надо написать ключ ну то есть зарегистрироваться на open.ai получить ключ к open.ai API и ну закинуть туда какое-то количество денег в общем вот чтобы пользоваться самой моделькой если нет в целом можно там можно посмотреть как подключается какая-нибудь модель локальная которая развернута где-нибудь в LLM вот это это уже так факультативно скорее так вот смотрите давайте пройдемся по компонентам во-первых ну вот у нас есть какой-то вопрос какой день идет после пятницы ну все мы знаем на этот вопрос ответ давайте сейчас посмотрим что какие вообще есть компоненты внутри LLM во-первых он есть такой модуль как chat models там есть там мы выбираем open.ai модель то есть ну chat GPT подразумевается и и все вот если вы хотите работать с какой-то другой модель то вам уже надо будет брать импортировать какую-то другую там модель там cloud либо не знаю коннектор для LLM либо еще что-то и есть модуль схема в нем хранятся ну по сути схемы диалогов вашей модели и пользователя как это выглядит вот смотрите есть чат и мы в него подаем список сообщений то есть в начале системное сообщение это сообщение пользователю точнее сообщение системе систем prompt это называется есть сообщение пользователя там ну по сути вопрос к системе что что тебе нравится есть я люблю я люблю помидоры тебе что нравится и система если мы вот передадим нее такую историю сообщений по сути она ответит классом AI message то есть это ответ системы самой ответ чат бота и вот она ответит что то там там я люблю то 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 дальше мы можем более сложную какую-то историю диалогов делать то есть вот во первых систем prompt потом сообщение пользователя потом какое-то какое-то сообщение системы опять же мы его сами придумывали как будто система что-то сказала потом новый вопрос пользователя и уже наш чат gpt он посмотрит все эти четыре сообщения и про пыток попытается ответить знаю полный контекст сообщений чата пользователя и модели вот можно просто там задать сразу без систем prompt и без ничего просто задать сразу вопрос вот так это оформить и система нам точнее модель нам что-то ответит то есть вот какой какой день идет после четверга он отвечает просто одним словом пятница все вот это что касается моделей есть еще такая вещь как есть еще такой модуль как документ его тоже можно по сути это что-то типа стринга только более сложного там есть сам контент ну само сообщение которое хранится в документе и какие-то мета данные то есть тут вот айди документа источник документа когда он был создан и так далее вот это иногда может быть полезно в первую очередь вам для хранения вот то есть при какой-то сортировке когда у вас есть уже какой-то ретриву вы там ретривите документы вы хотите там отсортировать документы там недавние например вот тут можно использовать вот эти мета данные которые хранятся в документе вот еще история в том что часто документы это вот как раз чанки то есть вы нарезали текст сохранили в виде классов документ присвоили каждому там каждому вот этому документу мета данные релевантные то есть там чанки будут иметь какую-то свою длину какой-то там индекс внутри документа какой-то источник из которого достали этот чанк и так далее вот поэтому базовый документ это как раз чанки так если вопросы сейчас посмотрим да вроде вроде пока нет так да также еще базовая концепция это модель модели в которые там поддерживаются в первую очередь ланчейном там их по сути три типа первый это модель которая просто дополняет как-то текст точнее так это обычно базовая языковая модель она изначально она дополняла просто текст и но при этом она может иногда отвечать на вопросы то есть если вы зададите вопрос прямо какой день следует после пятницы и вопрос она вам ответит что суббота но как бы она дополнила этот текст то есть скорее всего она в процессе обучения видела какой-то она видела большой объем текстов и там где-то было что вот там вопрос ответ и было вот что а какой день следует после пятницы суббота и она просто нашла этот участок у себя условно в памяти и вам его воспроизвела вот есть модели с режимом чата то есть чат боты в них прямо передаются истории сообщений вот в таком виде систем промпт human message там можно и ай месседж ну то есть как будто модель что-то ответила там подать потом еще какой-то вопрос от от пользователя и ожидать новый ответ от модели вот дальше есть модели которые позволяют вам работать с внешними функциями это вот такой тоже может быть полезным еще один класс моделей тут вот чат gpt turbo 3.5 там с какой-то с какой-то версии началась по модели появилась поддержка вызова внешних функций как это работает у нас мы задаем какой-то вопрос и задаем функции это может быть какая-то какая-то сторонняя опишка то есть например в данном случае видите у нас есть функция там показать текущую погоду там описание этой функции и параметры которые которые эта функция принимает и таким образом мы по сути заставляем нашу модель отвечать на вопрос который мы задали какая там как какая погода сейчас в бостоне там используя вот выдавая ответы в виде вот такой вот джессонки которые будут по сути параметры то есть она ответит там там location boston там 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 в какой в какой в каких измерениях это выдавать то есть в цельсиях или фаренгейтах каких градусах и все вот и в итоге после того как мы передали в нашу модель сообщения то есть набор сообщений system prompt и вопросов пользователя и набор функций по сути параметров которые мы можем которые наша модель должна вернуть она возвращает вот такое такой ответ там контент пустой но при этом она вот в дополнительных аргументах она выдает вот такой function call где будет там вот такую функцию вызвать с такими аргументами то есть location boston ну и все в общем по сути там так как мы не задали отдельно какую какую нам какие градусы нам использовать она она это пропустила и базово скорее всего там будет дефолт на какое-то значение там ну если это америка наверное фаренгейты вот все и дальше вот этот уже джессонку эту можно использовать при работе там дальше где-нибудь у вас вызове вызове сторонние опишки на ком-то сайте который вам возвращает погоду в конкретном городе вот так если какие то вопросы так александр спрашивает поддержите ли он чем до обучения ламы и других открытых другие открытые открытых моделей если вам чем кросс и бинкодеры так сейчас насчет до обучения ламы но это вообще до немного в другую сторону то есть подразумевается что тут все инструменты для предобработки текстов для пост обработки ответов там какие-то ну как вы понимаете форматирование какого-то ответа для ломки вот ломку вы уже если вы хотите до обучить ламу то вы ее как-то в другом месте уже до обучаете и все там нету ну то есть либо использовать уже готовую до обученную из хагенфейса загружаете и все вот и сюда же вопрос про кросс и бинкодеры это уже такая специфика трансформерная и тут уже как бы ну лонгчейн тут ни при чем скорее вот так сейчас дальше лонгчейн и хагенфейс как-то пересекаются между собой или это совершенно разные вещи совершенно разные вещи лонгчейн это просто библиотека хагенфейс это там и сайт и ну то есть и компания и у них есть куча разных библиотечек то есть там ну какой-нибудь акселерейт для там распределенного всякого инференса либо до обучения моделей есть там библиотека типа певт которая позволяет вам там отдельные адаптеры подключать к моделям если вы знаете что это есть просто библиотека трансформерс которая позволяет как раз модельки запускать там инференсить и работать с ними вот ну и в том числе до обучать например вот так какие правила формирования функций как таковых их нету просто вот вы хотите получить форм ответ в виде вот такого виде такого джессона то есть вам надо там чтобы тип был там что были такие-то параметры как таковой как бы подразумевается что модель который который до обучить то есть короче это специальная модель которая до обучалась на данных для вызова внешних функций то есть там есть специальные датасеты где есть куча разных примеров разных вот таких опишек и разных вопросов и правильных ответов на эти вопросы вот и модель до обучили распознавать вот эти джессонки ну точнее вот там разные варианты опишек описанных виде вот такой вот функции и как-то извлекать оттуда информацию понимать что за что отвечает грубо говоря вот то есть ну понятно вы же тут используйте название такие понятные на понятном английском языке типа description там параметры все так далее то есть в целом человек также поймет что где что где какой параметр что означает вот так же и вот в данном случае с моделькой так функции это те самые агенты или до них еще не дошли функция скорее такая составная часть наверное агента вот я так сказал то есть вы можете ее в какой-то агентной системе использовать модельку которая вызывает конкретную функцию да так а какую открытую модель лучше за для русского языка посмотрите бенчмарки честно я уже не помню но там из проприетарных в это понятно гигачат либо я gpt из опенсорсных это я не знаю сейчас сайга на уровне или нет есть модели сайга вот так она называется просто сайга сейчас и есть модель вихрь вот это вот из опенсорсного того что есть возможно просто обычная лама там последняя она надо посмотреть но скорее всего она уже неплохо отвечает на русском то есть возможно ее надо обучить но это уже сделали в либо в сайге либо в вихре вот можете посмотреть размер чанков перекрытия можно знать да это это там чуть ниже показано как раз про размер чанков перекрытия так а да окей я понял в чем вопрос так как сейчас ссори я я прочитал как attention почему для себя но в общем ладно так я думаю что да есть поддержка вот этого функционала про про энкодеры да надо посмотреть вот по идее должна быть вот смотрите давайте я вам прям покажу как это работает тут спрашивать про модель который есть который поддержит функции типа ламы давайте сейчас я прям переключусь и покажу как то в один фейсе устроено а ну либо давайте просто скину просто пишите function calling ну то есть короче задача называется там модель скорее всего на хагенфейсе будет называться там лама 3 черточка function calling и все и вы таким образом найдете ну вот например просто пример какой-то случайный один из первых моделька которая для русского гема для фанкшн конинга тут еще сразу ггув это она квантизованы вот так так сергей спрашивает а чем отличается от того что я просто пробуйте попрошу модель выдавать ответ формате джисон скорее всего она будет не всегда не стабильно выдавать джисон который вы хотите либо там как то портить поэтому обычно все равно это до обучают и используют уже до обученные модели для специально для фанкшн фанкшн коллинга вот то есть вы можете попробовать но с большой вероятностью ответ будет не всегда стабильный вот хотя наверное там на последних чат gpt самых дорогих это будет неплохо работать но надо проверять вот обычно все равно модели для отдельные для вот вызова функции они все равно лучше работают так да ну и вот про модели которые поддержат функции в целом все что угодно можно обучить на поддержку функции посмотрите на хагенфейсе там есть прям датасет для фанкшн коллинг сейчас я его даже ну на самом деле там куча всего это все там часто это синтетические датасеты которые прям сгенерировали те же чат gpt условно либо там вот можете это просто там одна из первых ссылок то есть на каком-то из таких датасетов это все до обучили и вы можете посмотреть как они устроены на всякий случай вот давайте тогда вернемся если вопросов нету ну тут уже показана модель для кодирования это просто имбеддинги то есть перевод текста в вектор тут используется специальные модели модели вот и все мы можем вот взять текст взять специально имбеддинги оформите вот в таком виде там надо тоже ключ передать для опишки и все теперь мы передаем текст делаем имбед query то есть вопрос для создания эмбеддингов и в итоге она нам выдаст прямо вот век вектора и все это уже с этим эти вектора уже можно класть базу данных и уже как-то их потом искать искать близкие к ним вот также есть готовые промпты ну то есть просто промпт который вы сделали вот в таком виде просто строка по сути мы его подаем в модельку и она нам что-то отвечает есть шаблоны промпта то есть это это такие по сути это что-то очень похожее на f string там в питоне есть такой функционал который позволяет вам вставлять переменные в какую-то уже заранее заданную строку то есть вот мы тут делаем какой-то текст и в таких фигурных скобочках у нас есть переменная location вот и дальше мы оборачиваем это в prompt template класс из long chain и просто задаем все все переменные которые у нас есть то есть вот данном случае location template в который мы хотим это все завернуть и и все и дальше когда мы говорим prompt формат передаем location там название локации в которую мы хотим которые мы хотим добавить в prompt и все у нас получится по итогу там подставится перемен подставится строка в виде переменной и вместо переменной и у нас сформируется новый prompt вот так он будет выглядеть и ответ модели он тоже будет таким то есть мы тут спрашиваем просто я хочу поехать такой-то город что мне что-то порекомендуешь мне посмотреть вот вот такой универсальный prompt по сути мы сделали с помощью шаблона template а также тут есть штуки такие специальные для future prompt template а то есть опять же не знаю насколько ну скорее всего многие из вас уже слышали про это то есть если вы в prompt добавите какие-то примеры то скорее всего ваша модель она будет чуть четче отвечать и получше результат улучшится вот и тут вот примеры локации в которых часто встречаются следующие слова то есть вот есть пират он скорее всего на корабле есть пилот он на самолете и так далее вот и мы можем вот этот словарик точнее список словарей его использовать при формировании теплей то в виде вот каких-то примеров подсказок так скажем для модели вот и что мы делаем мы так сейчас ну да в общем сделаем здесь отдельный селектор который который так ладно про про селектор селектор скорее пока пропускаем но глобально история в том что а точнее так селектор этот нужен чтобы посмотреть в нашу базу данных в базе данных у нас будут вот эти как раз примеры так как я понимаю и он будет искать похожие по смыслу смысл этот определяется как раз имбедером то есть переводом слова в вектор ну или текста вектор он будет искать похожие по смыслу слова то есть он будет выбирать два примера из вот этих там пяти похожие по смыслу то есть если мы зададим допустим вот здесь мы будем использовать там подставим плант то есть растение он скорее всего найдет что-то близкое по смыслу то есть наверное дерево и еще что-то из вот этих четырех оставшихся и он просто выберет четыре слова близкие по смыслу точнее четыре вот таких точнее два таких примера в нашем случае это будет там дерево и наверное не знаю птица и гнездо вот и дальше мы формируем вот такой сложный промпт в котором будет селектор он будет выбирать примеры отсюда похожие примеры он будет брать промпт точнее префикс промпта и у него будет суффикс в котором он подставит во первых примеры а во вторых скажет ну вот выдай нам ответ какой вообще промпт будет в какой локации обычно находится вот этот объект все то есть смотрите что он сделает мы когда подставим наш существительное растение плант он пойдет в базу данных составленную из вот этих примеров найдет с помощью эмбеддингов найдет похожие по смыслу слова в нашем случае это будет дерево и я уже там посмотрел как раз птица он их подставит в качестве примеров дополнительных в промпт и таким образом задаст модель то есть смотрите что он сделал подставим промпт он сформирует точнее подставим плант он найдет и сформирует вот такой промпт то есть вот первый пример там какой какой предмет первый ответ то есть локация там дерево растет на там на земле там дальше второй пример птица она скорее всего в гнезде находится вот а дальше ответь мне по аналогии для растения то есть вот input plant какой у нас будет какое будет растение вот и он ответит как раз горшок ну то есть он ответит что-то то есть там ответ скорее всего будет рандомизированный но уже что-то близкое к реальности вот так есть ли вопрос так тут Александр спрашивает про температуру я это пропускал как раз потому что да потому что мы про это не говорили но тут же как раз в каждом участке это было там эксплицитно прописано вот допустим смотрите чат gpt моделька то есть вот мы передаем ключ и при этом параметры мы вот тоже в вот этот класс обертку chat open i мы передаем все параметры которые мы хотим использовать там можно top k top p что-нибудь еще вот здесь температура как раз 07 указано вот там где-то была прям 1 0 по моему чуть ниже наверное ну да вот здесь вот но базовая да можно это все можно все это указать так так да вопрос про как избавиться рандомизации ответов зачастую закачивать надежные ответы без фантазий базово наверное наверно я бы сказал что ну в первую очередь рак во вторую очередь вы можете попытаться подключить какую-то вторую модель которая будет уже я думаю базово вы там если у вас ваша модель она плохо отвечает то так сходу вы ничего не сможете сделать но вы можете попробовать взять одну модель построить рак то есть чтобы она знала контекст и меньше фантазировала то есть данные уже какие-то есть какой-то конкретный вопрос по этим данным она вам ответит что-то конкретное вот во вторую очередь это наверное вы можете попытаться вторую модель подключить и там проанализировать насколько она выдает ответ вот есть более сложные подходы которые там связаны с тем что вы можете посмотреть галлюцинации у data dog сейчас есть такие всякие подходы связанные с с попыткой найти ну то есть галлюцинирует ваша модель или нет вот обычно это связано с тем что там у каждого токена есть вероятность если у вас модель уже особенно если у вас open source модель вот вы можете посмотреть прям вероятность токена который ваша модель вам выдала вот и посмотреть если токен там низковероятный то скорее всего она начинает как-то галлюцинировать и так далее да я думаю да вот про вторую модель какая-то вариация на тему кросс энкодера но тут уже прям вы берете прям модельку то есть вторую которая может вам в том числе и сказать а вот этот ответ это галлюцинация или нет плюс вы всегда можете ну как я уже сказал там вероятность посмотреть вот и на основе этого уже короче первая модель она вам что-то выдает какой-то текст плюс у вас есть вторая модель скорее всего который может посчитать вам перплексию по этому тексту и если на каком-то участке у вас либо на всем тексте перплексия какая-то очень высокая то скорее всего это какой-то низковероятностный текст и это такой начало к тому чтобы проанализировать а не галлюцинация ли это вот наверное базово так плюс просто попробуйте закинуть в следующую какую-нибудь чат gpt модельку сказать а ты что думаешь это галлюцинация или нет возможно ответ вас порадует вот насколько большая может быть векторная база данных есть ограничения по эффективности и прямая так и прямая корреляция от объемов материалов загруженных бд ну базово да то есть понятно что чем больше у вас данных тем сложнее будет поиск ну то есть вряд ли это такой безболезненный процесс загрузка загрузка дополнительных данных в базу но я думаю что так и я думаю что там просто внутри есть всякие алгоритмы для быстрого поиска как раз этих векторов и ну короче как минимум там линейно скорее всего ладно бои соврать в общем я думаю что чем больше у вас данных базово у вас тем медленнее все это будет работать там в том числе и поиск соседей но там часто подходы используют там либо хешинг либо какие-нибудь там деревья поэтому это все может там логарифмически работать с хешами я не уверен что там прям константа будет но вот если хотите я попробую еще тоже приложить материал по тому что там внутри у там у этих векторных баз данных есть там есть прям технические статьи можно там каких-то не прям деталях но иногда и в деталях посмотреть что там как это работает и уже оценить вот так 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 сейчас вроде александру я ответил я не знаю там может что то есть еще так если набор оптимальных параметров это уже я скажу так что просто попробуйте дефолтные параметры если они вас не устраивают то попробуйте поэкспериментировать там в первую очередь с температурой и там в зависимости от того что вы предпочитаете либо топ топ п либо топ к подход там поиграться с этими параметрами в первую очередь в принципе там больше ничего особо то вы не поменяете ну там может быть какой нибудь пеналти для повторений токенов но и все так 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 пару примеров конкретных подходящих названий с UBD так сейчас давайте я сразу перейду там по моему это так это видимо ниже где-то ладно ну да базы сейчас давайте просто сделаю поиск вот вот здесь посмотрите раздел vector stores там как раз есть название баз данных pinecon via weight chrome phase еще квадрант тут забыли но вот то есть база еще которая тут нету это квадрант она так пишется так ну зависит от того да там тут спрашивают есть ли метрики какие-то для прямого сравнения ожидаемого ответа с полученным какие метрики распространены зависит от того что какую задачу вы используете если у вас какой-нибудь перевод то вы можете там использовать blue либо что-то там что-то более современное типа комет в целом blue насколько я знаю для саморизации тоже используется вот это вот как пример в лангчейне по моему оценки результатов нету то есть обычно сторонние библиотеки используют хотя опять же как я говорю это все разрастается и возможно уже появилась ну там смотрите вы скорее всего будете делать не не прямо не полная пересечения не полную идентичность ответа ожидаемому вашему ответу а какое-нибудь пересечение по типу ну давайте я напишу метрику blue посмотрите как это устроено там по сути считаются энграммы совпадающие и вы можете там посмотреть какой процент энграм совпадает вот и всякие вариации на эту тему вот наверное вот так так давайте сейчас я вернусь тому где остановился да про фьюшот промпты поговорили дальше есть парсеры ответа то есть у нас наша модель она выдает какой-то ответ а мы можем его ну как-то парсить то есть тут есть специальные штуки которые позволяют вам ну по сути это что-то типа более сложных регулярок которые вам позволяют там сказать если вот там такой-то ответ или там в ответе находится то-то то-то то давай-ка мы выдай мне просто вот такой-то ответ например вот здесь смотрите здесь сделано так что мы сразу задали инструкцию что выдай-ка нам то есть мы задали респонс схема в нашу то есть задали по сути какой какой вообще ответ будет выдавать наша моделька так и сделали промпт то есть вот тут прям описание там там ответ должен быть в маркдауне там вот так оформленным в маркдауне должна быть джессонка джессонка должна быть там либо ну там либо плохой ответ либо хороший ответ вот и там делаем дальше темплейт в него формальные инструкции передаем там input от пользователя и уже все это формируем в виде одного темплейта и таким образом наша модель она будет говорить моделька ну то есть текст который мы передали он с ошибкой или нет то есть bad string или нет и все и вот такой промпт так он выглядит то есть видно что здесь в строчке есть ошибки наша модель она ответит да это вот плохая строчка и вот так она выглядит хорошая строчка то есть с исправлениями она вот выглядит вот так все таким образом у нас вот какая-то коррекция ошибок по сути есть и дальше мы вот этот ответ она выдала в виде джессонки в таком markdown то есть вот с вот этими апострифами дальше мы берем output parser в котором мы задали что есть вот bad string есть good string и она просто вот распарсит вот этот markdown и этот parser распарсит markdown возьмет джессонку и вот сделает прямо джессонку то есть точнее словарь питоновский и все поля заполнит как надо вот дальше есть вещь такая как функции уже в open.ai смотрите мы можем прям оформить класс там вот здесь вот есть класс person и сказать сделай-ка нам там передать это в модельку с с модулем там create structure output chain там передать сам объект класса в котором мы хотим получить ответ передать модель которую мы хотим использовать и передать prompt то есть запрос пользователя дальше мы вот по сути оформили такую цепочку и передадим туда уже prompt наш запрос тут вот такой текст сали 13 джои там 12 он любит шпинат каролина на 10 лет старше сали вот по сути наша модель должна выдать объекты с ну с каждой персоной у каждой персоны есть возраст и любимая еда тут смотрите она выдаст просто одного человека с именами сали джо каролин с возрастом 13 и с любимой едой шпинат ну то есть работает не очень вот но этого много потому что мы сказали что выдавая нам ответ в виде одного просто одного человека а если мы сделаем что давайте создадим класс people он состоит sequence person то есть по сути массив массив разных персон также подадим выдай к нам массив этих персон и она вот выдаст уже правильно то есть сали 13 там любимая еда неизвестно там и так далее потом каролина 13 плюс 10 23 там любимая еда неизвестна вот а для второго пользователя она нашла что там шпинат и все такое вот то есть это такой пример тоже структурированного ответа точнее парсинга ответов модели вот ну там парсинга и структурированного ответа там чат gpt модельки вот так а а гранти а гранти александр спрашивает гарантирует ли высокий показатель этой метрики точность ответа без фантазий я думаю что ну не гарантирует но в целом это неплохой способ оценить сравнить две разные модельки вот вам базово то никто не гарантирует что ответ будет идеальным вот это все таки вероятностные модели и тут уже как бы надо смотреть на короче я бы сказал так что blue это не идеальная метрика даже для перевода она не идеальная но там она вполне неплохая особенно если вы хотите сравнить насколько ваши там две модели которые у вас есть насколько одна лучше другой выступает на тех же на том же тестовом наборе вот так также есть инамы то есть вы по сути можете сказать там передать текст и сказать вашей модельке выдай ко мне там продукты в той последовательности в которой они были которые они были вот заявлены в тексте то есть она вот найдет CRM она скажет что это продакт CRM то есть инамка дальше будет там отдельный продукт hardware и так далее ну на самом деле она просто нашла совпадение прям слово в слово для ну точнее не слово в слово но похожие там похожие по смыслу слова в тексте то есть ну либо выражение вот то есть она вот нашла видео эдитинг она обозначила что это вот инамка третья она нашла до этого hardware она там нашла что она сказала вот вторая была второй объект был hardware вот иногда полезно в тексте отслеживать порядок объектов которые есть вот поэтому может быть полезно также вот загрузчики документов тут специальный загрузчик для сайта hacker news то есть просто берем какую-то новость берем готовый уже загрузчик опять же загрузчики документации там все есть они это все обновляется появляются новые вот и все она сразу парсит новость и парсит все комменты к ней вот то есть вот в таком формате это можно посмотреть вот можно прям книги из библиотеки гутенберг загрузить тут тоже вот отдельная книга подгрузили подгрузили там будет прям сразу постраничный контент там он уже сразу в красивом виде все хорошо оформлено есть еще так называемый unstructured unstructured loader то есть он позволяет вам какие-то какие-то сайты которых нету для которых нету уже готовых loader просто их загрузить и страничку возможно как-то улучшить вот базово он просто берем страничку вот с сайта полограмма загружаем загружаем страницу и вот в таком виде она вот текст этот выдаст есть еще про чанкеры сплиттеры так называемые есть так называемый recursive characters text спитер который что он делает он по сути разбивает на чанке длиной 150 но если но у него есть порядок приоритетов вот разделителей то есть он вначале разбивает по старается разбивать по абзацам то есть по переносам строки там потом он разбивает по по моему по пробегу телом и так дальше потом по знаком припинаний вот но при этом каждый чанк не должен превышать по длине 150 при этом есть еще параметр такой как чанк оверлап то есть пересечение двух соседних чанков то есть 20 символов они будут пересекаться там у предыдущего чанка и у следующего вот ну в итоге берем просто страничку из там пола грэма разбиваем ее на чанки получилось 610 как раз документов в кавычках вот и можно прям пройтись по отдельным чанкам видите что это не прям идеально разбивается но вот тут вот как-то по пробелу видимо дальше там по запятой и так далее то есть вы в принципе можете там сделать спецификацию в каком порядке там по приоритетам нам разбивать наши наши строчки на чанке то есть разделители в каком приоритете рассматривать дальше есть ретривалы то есть модули поиска информации они там обращаются к базе данных что что у нас тут происходит у нас есть текст сплиттер то есть чанкер наш есть набор текстов есть эмбеддинги точнее модель для создания эмбеддингов и есть баз данных фейс которая просто подгрузила тексты и эмбеддинги вот ну модель для эмбеддингов то есть она все тексты все тексты мы заранее кстати разбили на с помощью нашего сплиттера нашего чанкера по сути по сути у нас здесь уже набор просто отрывочков текстов и когда мы вот подгружаем from documents тексты набор документов и модель для эмбеддингов она просто загрузит вектора и соответствующие им тексты вот дальше мы вот таким образом просто называя вызывая метод с ретривер мы из базы данных создали ретривер в который мы уже можем делать запросы то есть подавать новый какой-то вопрос то есть какой-то текст она его сделает эмбеддинг из него найдет там н ближайших эмбеддингов к нему результатов в базе данных вот и она что-то ответила то есть там какие вещи автор пытается строить и тут вот в общем ответы наверное не всегда релевантные но похожие наверное по смыслу вот ну и вектор storage это как раз то что мы говорили есть 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 если вы хотите там что-то локально поднять у себя на машине то хрома и фейс обычно чаще всего используют но в целом вот ну можно и это использовать и тут пример такой небольшой наверное модельки как раз рага простого то есть у нас здесь есть текст лоудеры есть chunker recursive character есть фейс база данных есть модель для эмбеддингов мы это все комбинируем и создаем по сути создаем уже рак то есть у нас есть ретривер и мы его можем ну можем к нему обращаться там формировать новый новый промпт и подавать его на LLM вот ну давайте наверное здесь остановимся тут хотя ладно давайте вот вот сейчас я дойду до чейнов до цепочек и уже остановимся потому что время уже уходит но да вот еще вы можете хранить историю сообщений по сути это то же самое что мы видели в самом начале где у нас есть история сообщений ну тут базовое это нужно тоже для хранения контекста общения пользователей и чат-бота то есть вот у вас есть отдельный объект чат месседж хистори вы в него добавляете там сообщение текст сообщения и класс собственно AI месседж то есть ответ модели и юзер месседж то есть ответ пользователя и вот вы таким образом формируете историю и вот видите что история просто то есть добавили новое сообщение история расширилась там массив увеличился вот все довольно понятно есть еще такая вещь как ну в общем мы это как бы вскользь так смотрели по сути из вот этих всех модулей то есть из там вектор сториджи из там чанкеров из LLM модели из там модели для создания эмбеддингов можно делать цепочки это вот поэтому собственно лонгчейн называется и лонгчейном там есть класс LLM chain он что делает он по сути берет модельку то есть LLM там open AI модельку который мы там который мы добавили ключ и коннектор вот и какой-то prompt template и когда мы захотим задать вопрос мы просто сделаем что мы сделаем так сейчас ну да мы просто в общем в location chain передадим наш новый какой-то вопрос она подставит этот вопрос темплейт и передаст задаст этот вот промт нашей модельке получит ответ выдаст ответ вот тут есть такие более там уже готовые классы то есть simple sequential chain который по сути принимает массивы разных чейнов есть готовые уже чейны например чейн для суммаризации цепочка то есть тут уже сразу она берет разбивает на чанки при этом чанки эти они суммаризируются и в в промт подадутся не сами чанки а суммаризированные с помощью какой-то другой модели чанки вот все то есть можно посмотреть какие вот она как раз промты формирует то есть тут тут довольно много информации вот еще есть информация про агенты но уже наверное здесь остановимся потому что это наверное не тема разговора но тут вот базово базово показано как вот самый простой агент сделать должно работать вот так сейчас так-то так так Денис спрашивает в чем принципиальное отличие ретривера от например similar search по большому счету ни в чем просто это там отдельная структура внутри там логики лангчейна вот так вы в принципе можете similar search просто использовать и проблем не будет вот так так если какие-то интеллектуальные сплиттеры чанков чтобы делить без риска потерять смысл текстов ну обычно 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 об этом так сильно прям не заморачиваются базово так где он там был сейчас то что уже есть про рекурсивный вот этот чанкер его в принципе достаточно потому что там все равно же есть перекрытие то есть вы можете сейчас давайте давайте я приду к чанкеру в общем ладно вы вы же видели что там есть размер чанка есть перекрытие вы можете просто увеличить размер чанка и увеличить перекрытие если вам прям так принципиально не терять информацию и это в принципе уже улучшит как-то результаты вот а так ну современные модельки они все равно довольно как бы вместительные в плане контекста вот поэтому ну да наверное мой ответ просто то что я говорил про рекурсив вот этот чанкер да он как раз там показан сейчас вот здесь да в целом этого достаточно и обычно его используют и не особо не париться про интеллектуальные там какие-то более интеллектуальные сплиттеры если хотите вы можете задать приоритет для строчек то есть для символов какой-то другой тогда он будет разделять по точкам например либо ну там по точкам восклицательным знаком и вопросам вот этого наверное будет достаточно я думаю вот плюс если хотите вы можете прям свой чанкер написать который по ком-то уже более сложному алгоритму там ну там что-то по типу того что уже написано в nltk либо в то что уже есть в библиотеке раздел там уже импирики свои применяются поэтому он вполне интеллектуально разбивает на там на чанке можно это использовать если хотите вот так и уже базово вот предложение которые вы получили вы их как-то можете объединять в чанке до тех пор пока у вас как бы предложение не превысило какую-то предельную длину при этом ну да при этом все в общем но при этом если у вас есть какое-то очень длинное предложение а размер чанков он какой-то низкий то понятно что вам никак не получится избежать того чтобы это предложение просто разбить то есть тут всегда есть здравый смысл надо придерживаться здравого смысла вот если еще какие то вопросы в общем вот так так да наверное по практике если нет тогда заканчиваем наверное ноутбук и материалы которые которые обещал я скину если что пишите в личку там задавайте вопросы наверное я ну тоже могу так ответить вот насчет да давайте сразу перейдем тогда к так сейчас пожалуйста заполните опрос он ссылка там есть прикрепленных сообщений если что я давайте вам еще скину на всякий случай дополнительную ссылку дополнительную ссылку в чат так так давайте сейчас вопрос я под конец еще отвечу там так насчет процесса обучения у нас есть страница лендинг лендинг нашего курса сейчас я давайте вам сразу переключу покажу так так у нас программа устроена как у нас вначале там знакомство с всякой передобработкой текстов парсингом текстов и так далее питоном потом у нас есть программа прям введения в adl где рассказывается там про python вот такие вещи а потом сразу уже погружаемся в все методы связанные с nlp в начале с классических потом трансформерной модели и уже погружаемся в само там в работу с lm там лонгчейн раги уже в этом разделе и под конец вы там если хотите защититься вы должны будете сделать проект защитить его примеры проектов которые вот зачитали в прошлых годах там можете почитать здесь там есть статья на хабри в целом довольно интересные есть вещи довольно интересные были проекты можете посмотреть просто что студенты делают после окончания так преподаватели у нас руководитель Мария Тихонова она работает над гигачадом там в целом остальные ребята тоже там у них тоже большой опыт и они занимаются там так или иначе nlp вот вот наверное так сейчас давайте я так так переключусь обратно на презентацию ну да то есть программа курсов преподавателей я так вкратце рассказал если про цели вебинара мы поговорили про рак в основном мы говорили про рак по поговорили так в общих чертах наверное про то как устроен лонгчейн и посмотрели как вот пишется небольшие пейплайны на этом самом лонгчейне вот наверное что хорошо было бы чтобы вы вынесли это то что там рак в первую очередь используется для исправления вот проблем типичных для LLM связанных с с галлюцинациями и вокруг рака развилась огромная архитектура и лонгчейн это вот один из важных кирпичков этой инфраструктуры дополнительные материалы это в первую очередь всякая документация связана с лонгчейном потому что тема была такая и вот здесь вы можете посмотреть по qr-коду вы можете там перейти сразу на лендинг посмотреть дополнительные материалы попытаться пройти тест вот следующий открытый урок как раз будет ввести Мария Тихонова он будет про переход к чат gpt модели то есть construct моделям вот может быть полезно да заполните пожалуйста опрос и наверное все если вопросов нету так сейчас так геннадий спрашивает на русском примере есть предложение на русском языке текста давайте у меня была ссылка прямо это это все аналогично используется и для русского там как бы таких прям различий нету вот есть от гигачата специальный модуль который там соединяет гигачат и лонгчейн библиотечка и можете там посмотреть там уже прям только про русский язык но базовые там подходы одни и те же то есть что для русского что для английского там лонгчейн будет работать одинаково как вы понимаете вот так лонгсмиф да я его не упомянул но базовое это точнее это просто тоже такой репозиторий я им пользовался вот все что я могу сказать наверное так есть ли вопросы еще какие-нибудь да там я в принципе помню вопросы по про векторные базы про про еще что-то в общем я посмотрю и отвечу тоже постараюсь приложить материалы презентация будет приложена к записи запись будет по моему вконтакте мне сказали вот там если что прилу ну туда же и прикреплю и дополнительные материалы и презентацию вот так так если наверное вопросов нету то давайте заканчивать всем пока всем пока и